привет дорогие друзья меня зовут диана я художник и последние 10 лет я живу турции в общем то сразу после птички я решила записать еще одно видео на вот этом формате тоже 15 на 20 просто подгружу видео уже следующим днем вот палитра осталась у меня после птички и ничего не не убирала и попробую сделать на этом формате небольшую такую цветочную композицию в общем так как обычно я буду сейчас намечать планирую такую быструю работку и нибудь может пиончики на этом вот рельефном таком вот сейчас поближе покажу рельефный такой вот получилось это я счищала палитру сюда на подсохла не ездила такс наметим цветочки нибудь фиолетовым пожиже делаем свет отсюда наверное здесь все таки как бы фон тебе светлее здесь чуть темнее пускай будет отсюда сразу где-то можно уже будет накидывать поскольку такая работка маленькая быстрая будет абстрактная скажу просто есть различные типы у меня работ которые пишутся какие-то пишутся быстрее какие-то пишутся дольше вот например работа с птичками писали наверно больше получаса данном случае я планирую закончить побыстрее но опять же посмотрим как пойдет дело королевскую голубую смешиваю с охрой чуть белил добавляют и я сделаю такой вот вазончик ну как правильно сказать горшок что это база горшок в тени добавлю я марс желтый и можно чуть ультрамарина тень обозначить образом рефлекс смотрим еще это будем подправлять больше зелень беру я другую кисть возьму которая зелень писала до этого в общем-то у меня араратская араратская вот я люблю такую темную зелень писать а если прямо сильно в тени то я использую изумрудную в изумрудную могу добавить краплака тогда получается краска такая прям черная теневые такие совсем теневые места я вот подчеркиваю сочетанием изумрудной с краплаком теперь можно перейти немножко к цветам ухта этого фиолетового это будет такие светлые даже можно еще светлые места можно еще светлее несколько таких пиончиков тут можно чуть-чуть желтенького нужно добавить какой-нибудь бутон можно добавить серединке ну серединке сильно не будет видно одну-две можно отметить есть допустим образом тень у нас падает вот этого боку стороны то есть нет окно как раз получается буду говорить со стороны окна поэтому сразу подчеркнем тень от горшка беру я вот ультрамарин фиолетовую опять же марс желтый чуть королевской вот такой вот первая такая получается краска таким вот движением просто вот 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 и тень одним взмахом вести тень самого на горшке тень от цветов тоже обязательно сделаем на горшке узоры я думаю горшок как-то так звучит горшок не как-то не очень пускай это будет ваза как-то более романтично теперь можно приступить к фону допустим это стол на чем она вот у нас стоит будет теплая допустим вот это будет белый с марсом желтым милис охру можно чуть добавить так образом задний фон можно будет кстати можно сразу чуть-чуть добавить еще немножко зелени мешаюсь это травяная вот у меня посередине это вот вот здесь видно тут травяная изумрудная и арабская вот я сейчас немножко травяную с желтым админ это вот тут где на свету вот эту зелень подчеркнуть где падает это что потом когда когда фоном буду заниматься чтобы эту зелень тоже немножко подкорректировать фон я хочу сделать холодновато наверное это будет какой-нибудь белый белила с митромарином попробую красиво так смотрится чуть охра чуть 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 теплее чуть холоднее можно добавлять фиолетового чтобы оно такое вот было тоже разнообразить подчеркнем горшок опять говорю горшок видимо все таки это горшок можно вот таким вот образом кистью немножко размывать контуры самой вот зелень и вот как бы протягиваем рукой закрываю стараюсь чтобы вам было видно вот допустим когда вы так растираем доходим вот она и зелень тянем за собой и и как бы получается с кистью вместе где-то наоборот подпираем ее туда внутрь чтобы она ушла то есть по 2 двигаем краску самой кистью часто пользуюсь этим приемом тогда можно по ходу дела вот она уже в принципе готовая композиция здесь например я слишком далеко утянул ложка краям я вижу тут потом под получается под подмазываю правильно ну в общем беру цветом фона и немножко ее подвигаю вот в эту сторону можно теперь вот более тепленьким какими-то места вот допустим делать просветы или наоборот лучше холодным и какие-то где якобы цветы просвечивают фон местами чтобы она такой более живость придать работе вот теперь можно поработать над самими цветами добавить теневую сторону теневая должна немножко холоднее пусть я возьму возьму королевскую возьму немножко ультрамарина ухры и фиолетовый вот такое намешение то есть в тени я примерно намешиваю когда тень делаю от вазы примерно такое же здесь попробую тоже местами отложить на даже чуть темновато получилось можно лечь розового добавить так немножко разнообразить композицию серединку еще чуть-чуть акцентируем тут у меня вот марс коричневый марс желтый оранжево немножко будут такие так сейчас немножко можно поработать над зеленью неплохая но как-то немножко разрозненная фоном опять же я верю тут подправлю что как будто бы лишнее и теперь можно еще чтобы я хотела чтобы работа можно в принципе его так просто блячок поставить на вазе и как бы оставить вот в таком виде а можно саму вазу чтобы работа была более интересная мне нравится делать интересные вазы поэтому я очень часто прибегаю к такому приема вот например сейчас 1 сразу сделаю вот этот плечо где-то здесь вот так вот так и можно сделать пц очень часто я же и не знаю как называется я в этом не очень разбираюсь но очень часто я встречаю такие горшки с росписью роспись такого такого ярко синего цвета вот на английской посуде кто в керамике разбираются знаете и вот попробую имитировать что-то похожее допустим это будет такая полосочка здесь как обод и тут можно еще одно здесь оранжевый проступает это получается и здесь здесь там еще с того фона который был до того в общем как бы из грунта осталось здесь нужно добавить и он красиво вот смотрится мне очень нравится поэтому я его не убираю сильно не буду я его вот такой аккуратненький какой-нибудь можно чуть посветлее в там где свет падает устро марина где в тени делать его потемнее даже чересчур я здесь взяла так принципе я думаю достаточно таким образом чашки вам еще чуть горшочек видимо мне все-таки не избавиться от горшочка горшочек так горшочек и работка готова можно то есть ее оставлять на таком этапе можно заморочиться и еще дорисовывать чуть-чуть зелени где-то еще вот так вот такие штришками добавить для объема большего можно светлые участки еще подсветить как то на следствие вот наша цветочная композиция готова тепленьким чуть-чуть и вот играем все ложим смотрим как оно смотрится если нравится оставляю не нравится убираю вот этот кстати мы положили бутон здесь его можно тоже не подчеркнуть немножко можно добавить еще бутончиков так вот принципе я практически довольна так же можно оставить на нашей плоскости более светлые как бы откуда падает цвет подчеркнуть вот эту вот часть акцент сделать петлее то что уходит немножко на задний план так подтянут и надеюсь вам хорошо видно очень хочу чтобы вы мне написали по поводу расположения в этот раз видно ли вам как находится палитра достаточно ли близко находится сама работа то есть вам хорошо ли вам видно и удобно ли смотреть вот я попробовала в этот раз новую конструкцию фотографирую потом покажу на столе каким образом я это сейчас снимаю вот вот в принципе все мне нравится как получилось такая она не сложная работка достаточно простая и интересная по цветам приятная по цветам приятная еще я чуть фоном играюсь в конце обычно я всегда добавляю вот такие пастозные мазки чтобы разнообразить и работка была более интересные именно в этом плане они более таких хаотичные где-то просто вот такой мазок ставлю где-то я его вот растираю и оставляю в общем это уже такое дело случая бывает вот наверное на этом все подписываю я работу как обычно в каком углу мне ее сейчас подписать ну пусть это будет у турки детей и процарапываю я своим этим карандашом покажу вам поближе такая получилась работка кто-то мне писал в комментариях что похоже на тортик вот очередной торт готов надеюсь вам понравилось пишите ваше мнение в комментариях буду очень рада почитать ставьте лайки или дизлайки спасибо что досмотрели это видео до конца всем спасибо всем пока обычно после окончания работы если я не планирую больше ничего записать я вот эту палитру счищаю просто вот на этот на свои вот эти форматы которые я заранее нарезала и подготавливаю подложку для последующих работ вот таким образом иногда это делаю мастихином тогда подложка получается более гладкая если я хочу рельефную то я беру вот так кистью вот и тогда остаются вот такие вот мазки рельефные кистью и они тоже дают определенный такой вот эффект вот таким образом подложка для следующей работы готова даю ей высохнуть там пару дней сколько нужно в зависимости от толщины самой слоя краски вот такая получается ну на этом теперь точно все пишите ваше мнение в комментариях благодарю за то что досмотрели до конца всем спасибо всем пока пока